Всем привет, мы снова с вами, и Аленка наконец-то доехала до меня. Вообще мы знакомы 15 лет, практически уже 15 лет, дружим, ну и вот раз в 15 лет она ко мне приехала, ес! В общем, мы решили записать для вас тег, кто из вас. Часть вопросов мы, конечно, в наглую стылили с интернета, но часть вопросов мы придумали сами, и они слегка шуточные. И в общем, если вам это понравится, то вы можете потом поюзать эти вопросы. Ну и я думаю, что благодаря этим вопросам и нашим ответам вы узнаете нас получше. Да, давайте начнем. У меня на телефоне находятся вопросы, я буду спрашивать у Лёли и говорить что-то, то, что я думаю, но в основном наше мнение по многим вопросам совпало, как мы уже посмотрели их. И давайте начнем, у нас здесь целых 29 вопросов. Первый вопрос. Кто из вас больше ест? Лёля? Я! Лёля больше ест. Хоть это и незаметно. Кто из вас лучше поет? Это я, соответственно, потому что это моя специальность, и это я тоже делаю. Но и Лёля тоже поет. Да, только Лёля поет очень редко, и так, чтобы никто не слышал. Но все равно поет. Кто из вас лучше рисует? Третий вопрос. Также ответ Лёля, потому что она мне вообще природа отдохнула, а Лёля занималась в художественной школе. Да, 45-е годы. Ее очень хорошо рисует. Кто из вас лучше танцует? Это я, потому что в детстве я занималась танцами, и сейчас я также занимаюсь танцами и хожу на них. Пятый вопрос. Кто из вас может не спать всю ночь и более? Я, потому что у меня, во-первых, была когда-то такая, в смысле, не когда-то, благодаря моей бабушке я могла не спать. И более, и в принципе, если у меня есть какая-то работа, то я могу пить чаёчек и что-то делать такое мозгами. И не спать больше суток. Я вообще не могу не спать. Так что это точно не про меня. Пятый вопрос. Шестой вопрос. Кто из вас выше? По росту, как я понимаю, уточню этот вопрос, по росту я выше, у меня рост 175, Лёля, у тебя сколько? 162,5. Ну, то есть намного так пониже получается. Седьмой вопрос. Кто из вас больше гуляет? Я. Это Лёля. Почему? Куда ты хочешь гулять? Да, Лёля периодически ходит пешком, то с фотиком просто куда-то там, в какие-нибудь чёрта на куличиках, то в какой-нибудь магазин куда подальше, то ещё куда-нибудь, то просто еду на автобусе до конца города нашего, и там такая красивая природа, выхожу и иду пешим через весь город. Я гуляю обычно от работы до тренажёрного зала. Но это занимает у меня, я уже подсчитала, даже специальные 15 минут, поэтому я не могу сказать, что это много. Ну, иногда на выходных я гуляю, но это тоже всё равно получается, Лёля гуляет в общей сумме намного больше, чем я. Восьмой вопрос. Кто из вас больше любит животных? Я. Лёля. Потому что Лёля года два назад увидела кошечку, брошенную между моим районом и другим районом. Кошечку все подкармливали. Кошечка, правда, с волосы такая, не шла. Она дошла до середины моего пути и встала, типа, никуда не пойду. Да, я могу сказать точно, что ты любишь больше животных, судя по размерам и развитию твоего кота, которому 9 месяцев, а развитие у него и рост, это вообще, наверное. Я говорю, на несколько лет, а у меня в 15 лет такой. Но животных больше любит Лёля, потому что взяла к себе. Но у меня тут был недавно такой случай интересный, у меня была кошечка, и она тоже мной была, ну, как сказать, я растрогалась домашним животным. Эта кошечка у меня, вообще Настя приветствует, если ты смотришь на нашу общую знакомую Анастасию Лукьянову, поспособствовала тому, чтобы эту кошечку пристроили в очень хорошие, добрые руки. Вот, она была, ну, бездомная, мне её стало жалко. Вот, но сейчас ей хорошо в семье. Девятый вопрос. Кто из вас младше? Это я. Так, посчитать, сколько на 3 с небольшим года получается, да, у нас разница в возрасте. В этом году мне юбилей будет 30 лет. Поэтому я уже тоже приближаюсь к границе 30-ки. Десятый вопрос. Кто из вас любит петь? Ну, мы обе любим петь, но если в большей степени говорить, то это я, потому что это моя специальность основная. Я пою, учитель музыки, да, ну, как, наверное, если кто не знает, у Люли на канале, это так. Вот, и я ещё иногда пою караоке. И, кстати говоря, я там иногда набираю 100 баллов. А я ни разу не была в караоке, но у меня такая мечта идиота. Ну, не обязательно, кстати говоря, Люля, там быть, есть такие специальные программки дома, и можно на телевизоре спокойно это делать иногда. Что тоже иногда практикуется. Одиннадцатый вопрос. Кто из вас хочет быть актрисой? Вот мы как-то об этом не думали, но, наверное, больше я. Потому что я не хочу. Да, потому что Люля не хочет быть актрисой. Ну, у нас же есть такое выражение, ещё, может быть, его знают люди, знакомые. Вся жизнь игра, и люди вне актёры. То есть, так или иначе, всё равно мы иногда играем, примеряем на себя какие-то роли. И дома, например, мы ведём себя по одному, перед камерой по другому, да, ну, естественно, потому что того способствует тому ситуация. Вот, поэтому я так думаю, что это всё-таки больше я, наверное. Двенадцатый вопрос. Кто из вас любит покупки? Люля утверждает, что это я. Хотя мне кажется, что это одинаково. Ну, да, в каком-то плане это одинаково. Просто посмотрите, сколько у Алёнки лаков. Да, это да. Ну, сейчас за 60 перевалило уже, поэтому это да. Кто из вас ленивый? Обе. Кто из вас ленивый, тринадцатый вопрос. Мы обе ленивые. Кто больше тогда, Лёля, из нас ленивый? Я думаю, да, это я ленивая. Я вам тут видос какой-то обещала уже месяц, как записать, и всё никак не запишу. Лень. Четырнадцатый вопрос. Кто из вас лучше знает английский? English. Думаю, что я. А Лёля, конечно, потому что она, в принципе, лучше меня знать, ещё гяпонским владеет. Нафига? Ну, отчасти. Частично. Частично владеет гяпонским. Я владею только русским. И под самую малость на уровне Натальи Ареро я владею испанским. Всё. Я его понимаю. Но не говорю. Ты больше ничего не владеет. Вот. Так, пятнадцатый вопрос. Кто из вас больше спит? Я. Ты больше спишь, потому что ты никуда не торопишься. Я Соня. Я тоже люблю поспать, кстати говоря, как и многие, но больше спит Лёля, потому что меня ситуация вынуждает вставать в шесть утра. Так, может быть, бы тоже. Шестнадцатый вопрос. Это никогда нельзя будет выбрать, кто из нас видеоблогер. Поэтому этот вопрос не кто из нас, а мы оба видеоблогеры. Да, да, да. Ими являемся, да. У меня есть канал, если что, Лёля, под этим видео ставит ссылочку, я думаю, на него. Конечно, ставлю. Заходите, подписывайтесь ко мне и смотрите тоже Лёлю, потому что мы оба видеоблогера. Вот. Поэтому нас, да, здесь два. Здесь выбрать не как, но вы сделали этот вопрос, и мы оба блогеры. Семнадцатый вопрос. Это авторский вопрос, будьте внимательны. Кто из вас варит мыло? Угадайте с трёх раз. Лёля. Лёля, конечно же, варит мыло. Я вообще в жизни даже не знала, когда не познакомилась с Лёлей, что его можно варить. В принципе. Для меня варить – это значит еду. Но Лёля знает, как варить мыло. И даже иногда на неё отдавала раньше мастер-классы на камеру, да, Лёля? Было такое дело. Поэтому это точно Лёля, однозначно. Восемнадцатый вопрос. Кто из вас больше любит YouTube? Это я, потому что, наверное, я, ну, как бы девочек больше, да, смотрю видео. Лёля не всегда. Лёля больше монтирует свои. Тоже, хотя любит и тратит время на свой канал. А я больше, как иногда, смотрю для того, чтобы развлекаться. И, кстати говоря, помнишь, я тебе рассказывала о смущной случае, когда я смотрела твое видео и на нём заснула? Да, на неё тоже действует СМР. Правда, я не помню, какое это было. Это вообще было видео, по-моему, про пустые баночки или про чё-то такое. Я думаю, дай-ка я Лёлю вечером уже всё уложила, я своего сына, любимого. Думаю, дай-ка я как раз, у меня единственное время, когда могу посмотреть YouTube. Я так сижу, смотрю, думаю, ну, прекрасно, супер, и сплю. Я иногда люблю себя пересматривать то, где мне так нравится мой слен. Кстати говоря, в этом видео, наверное, практически не будет Лёлиного сленга, то есть Лёля умеет разговаривать нормальный грамм. Да, вчера я так смотрела, думаю, я даже написала своему приятелю этому по команде, говорю, о, блин, теперь я понимаю, почему ты меня не понимал. Девятнадцатый вопрос. Кто из вас больше весит? Ну, пока что это я, но у меня есть большие цели для того, чтобы этого не было, потому что сейчас мой, кстати говоря, я сразу скажу, насколько я похудела. Это 15 килограмм, насколько я сейчас похудела, да я стремлюсь, конечно же, ещё больше. Поэтому пока это я. Девятнадцатый вопрос. Двадцатый. Кто из вас стройнее? Угадайте теперь, кто из нас стройнее. Ну, вообще, я хочу сказать, что, наверное, я, но когда я увидела Алёнку, спустя хрен знает сколько месяцев, я поняла, что она вообще такая няшечка. Ну да, то есть как бы я чуть-чуть стала по стройнее. Очень даже. Ну, нормально так, да, в общем, по стройнее. Я думала, обе стройненькие. Да, ну, Лёля больше, потому что шортики, вы знаете, юбочки. Так, следующий двадцать первый вопрос. Это уж решать по этому видео, но мне кажется, мы вообще здесь оба смешные люди. Кто из вас смешнее? Это, наверное, Лёля всё-таки. Потому что видео так поднимает настроение, мне кажется, когда смотрю, я вот не могу без юбки просто вообще смотреть. Да, я иногда перечитываю свои сказки у костер, когда мне грустно, чтобы поржать. Точно. Так, двадцать второй вопрос. Кто из вас серьёзнее? Но это я, потому что я чаще всего на своём видеоканала снимаю более серьёзно, да, будем говоря так вот, по подходу, да, у меня более серьёзный подход. Я дольше веду свой канал, и он у меня изначально был как бы на большую аудиторию, и поэтому там я старалась, что... Вообще, знаешь, Лёля, почему был задуман мой канал? Для того, чтобы искоренить слова-паразиты, которые есть. Вот, и поэтому у меня сразу был как серьёзный. Вот, оп-так, и серьёзный я человек, как будто бы здесь, наверное, нет. В этом видео. Поэтому серьёзнее я, и ещё потому что работа обязана. Да, и меня ещё родня иногда называют, когда же ты подзрослеешь. Тебе столько-то лет, а ты всё ещё, это, какую-то такую... Всего лишь, что тебе столько лет. ...такую ахинею несёшь. Лёля, тебе всего лишь столько лет. Да, всего лишь 33. Так, дальше, 23-й вопрос. Кто из вас много сидит в соцсетях? Это тоже я, потому что, опять же, и по работе приходится, и по... ну, я, в принципе, общительный человек. Вот, поэтому мне, ну, не то, что приходится, а я много где свечусь, участвую. Поэтому много сижу в соцсетях. Лёля, как я понимаю, меньше, потому что я смотрю иногда, я сижу в ВКонтакте, а Лёля нет. А меня иногда так напрягает эта соцсеть, и когда мне кто-нибудь из подписчиков пишет, я иногда могу спросить, а где мы с вами познакомились? Да, это, оказывается, подписчики, да? Да. Бывает. Так, 24-й вопрос, но это, конечно, сейчас вы узнались. Кто из вас смотрит Гарри Поттера? Мне кажется, Лёля даже не знает, кто это такой. Я смотрела три раза один кусок в одном фильме, там что-то такой зелёный фон был. Я даже не знаю, название какая-то часть была. Вот, а я смотрела Гарри Поттера вот так вот, на минуточку, 7 серий, все, по примерно 5 раз каждую. А если учесть при том, что Гарри Поттер идёт на серии 2,5 часа. Просто, чтобы вот вы знали, в какой теме Гарри Поттера. Сколько этих часов больше не было? Я, можно сказать, что поклонник данного вообще фильма. Да, она даже искала на выставке о каме этого Гарри Поттера. Но не нашла. Нет, нашла там какую-то, ну чью-то это лицо маленькое. Больше ничего. Так, 25-й вопрос. Кто из вас лучше готовит? Я могу сказать, что это Лёля. Потому что, как готовить Лёля, мне так ещё готовить очень долго. И Лёля могла бы быть кулинаром, да, Лёля? Это могло бы быть твоей профессией, мне кажется. Расскажи, что ты последнее готовила меня угощать? Шоколад. Да, шоколад был вот такой вот, вообще супер. Горький шоколад, вот настоящий такой. Я помнишь, как тебе сказала, лучше я ещё не ела ничего домашнего шоколада. Так что Лёля в этом вообще просто мастер. Ты первый человек, кто так считает. Ну, это не последний, да, Бог, не последний. Вот, я на самом деле считаю, что Лёля вообще просто очень круто готовит. И я это не первый раз ем. Так, 26-й. Кто из вас больше слушает музыку? Ну, это, наверное, понятно. Если я учитель музыки, то это составляет своя. Да, я вообще что-то последнее время редко её слушаю. Вот, да. Я слушаю много музыки. Иногда я просто так вот слушаю. Например, когда едешь куда-нибудь. У меня такой город. Когда едешь куда-нибудь слушаешь. Потом, да, когда чего-то делаешь фончиком, включаешь себе музыку, слушаешь. Ну, в общем, я её слушаю. Но чаще всего её по работе слушаю. И мне её по работе, если честно, хватает настолько, что даже иногда дома хочется послушать жену. Вот, поэтому, да, я слушаю музыку. Иногда даже потому, что вынуждает профессия. 27-й вопрос. Кто из вас больше читает? Отгадайте. Я, правда, в последнее время читаю исключительно мангу. Ну, в основном мангу. То есть она читает. Да. И более того, не только читает, но ещё и переводит. А ещё и как виртуозно переводит, скрывает. Вот, поэтому, на самом деле, даже тебе платят везде это. Да нифига не платят. Ну, могли бы платить. Спасибо, говорят. Когда говорят спасибо, меня так радует. Да, но могли бы платить, потому что человек хорошо переводит мангу. Вот, поэтому много читает, соответственно. Я, если честно, ну, читаю только в основном по профессии, также по работе. Вот, если мне надо что-то почитать, я читаю. Вот, а так, что для себя. Или всё подряд. Я нет, я для себя не читаю вообще. Вообще не хочу даже читать ничего. Но иногда читаю, когда что-то надо очень. Так, ну, 28-й вопрос. Это уже от нас маленький бонус. Чтоб вы догадались, кто из нас замужем. Это, по-моему, понятно, без слов. Ну, то есть это я в данном случае. У меня как раз скоро годовщина свадьбы в конце апреля. Будет, ой, не соврать бы, 8 лет, как я замужем уже. Вот. Это много. Это очень много. Соответственно. Да, 8 лет замужем, есть сын. Это, в общем, я. Лёля не замужем, свободная девушка. Хорошая, умная, свободная. Никто нос к ним не выносит. 29-й вопрос. Ну, это я скажу здесь уже в завершении. 29-й вопрос. Это мы хотим передать наш тег, который мы вдвоём с Лёлей сочинили. И это мы сделали. Это наши авторские права. Мы, правда, что-то выдирали из других тегов. Уж по-другому не скажешь. Что-то мы придумали сами. Может быть, какие-то вопросы вы из этого тега возьмёте для своего тега. Некоторые вопросы. Может, вы полностью повторите данный тег. Поэтому мы его посвящаем всем, кто хочет его сделать, провести, снять на видео со своими подругами, друзьями. Там, ну, не знаю, это не обязательно, что две девушки. Может, парень с девушкой. Или два мальчика. Да, или два мальчика. Нам это не принципиально. Но вопросы, я считаю, здесь охватывают разные сферы жизни. Они касаются личной жизни, да, здесь и работы и так далее. То есть вопросы мы подбирали, старались, чтобы для вас было интересно. Надеюсь, что это было так. Вот, в общем, мы для вас сняли, уж как могли, от души старались. Да. И посвящается это нашему 15-летнему юбилею дружбы. Вот. Всем спасибо за внимание. Да, всем спасибо. Всем пока. Пока.